Ровно год назад в местечке Болино 9-летнего мальчика серьезно покусала свора собак. Спустя время глава города собрал в мэрии журналистов, чтобы рассказать, что за истекший период было сделано с проблемой безнадзорных животных. После трагедии создали дополнительный пункт передержки на базе МУПСа ЖХ. Работает он до сих пор. Но часть обязательств по стерилизации на правах субподряда взяли специалисты приюта «Майский день». За год отловили 200 собак. На улице вернули только часть. Самых безобидных и маленьких. У нас в штате есть специалисты. Также мы оплатили обучение. Зоопсихолог прошел специальную аттестацию. У нас это действительно специалист, который может отвечать за безопасность собаки, насколько она агрессивна, проводить специальные тесты. Вот активно мы этим пользовались. К решению проблемы безнадзорных собак мэрия подошла комплексно. Вместе с Фондом содействия развитию города создали дорожную карту, в которой рассмотрели все вопросы, связанные с отловом и содержанием. Там прописали возможности финансирования и потенциальное наказание для горожан, которые жестоко обращаются с четвероногими или выбрасывают их на улицу. Документ уже отправили 19 адресатам. От депутатов до полиции. Почти от всех получили правки. Теперь будут вносить замечания и внедрять документ в работу. Мы посмотрели, что выдергивать по эпизоду на какие-то отдельные моменты. Например, ввести административные штрафы. Такая есть инициатива от общественной палаты за безнадзорный выгул животных. Наверное, безусловно, проблему надо решать. Но она маленькая только всей задачи. Владимир Шарыпов отметил, что предстоит решить важнейший вопрос выделения денег, чтобы создать приют и условия для работы. Уже найден участок, который на две трети увеличит площади майского дня. Увеличить хотят и финансирование. Сейчас около 700 тысяч рублей в год дает казна областная. Еще один миллион – муниципальная. К депутатам Гордумы мэр выйдет с идеей увеличить сумму в два раза. Приюта для животных в городе два. И какой выиграет контракт – теоретически вопрос открытый. На практике вопросов не возникает. Плюс власти не оставляют мысль создать муниципальный приют. Но пока говорить об этом рано. Если мы можем передавать животное сразу в приют, и там есть специалисты-ветеринары, которые работают, и условия в разы лучше, то я считаю, что муниципальный приют, конечно, иметь было бы здорово. Здорово, но имея сейчас другие задачи, которые стоят и перед администрацией, и перед жителями города, мы начнем не с этого, а начнем именно с того, что выстроим нормальную систему, которая будет работать. Напомнили собравшиеся еще и о том, что лишний раз подкармливать бездомных псов не стоит. Увеличение популяции безнадзорных животных – это то, что городу точно не нужно. Во избежание повторения трагедии в Валену. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова